Низельные грамаки того, вонёки соберут, будешь, когда ты придёшь в землю, а жаню, эхо-мэс-мэхо-нахаро, что который Бог твой Бог даёт тебе в наследство, верит, что наследуешь, и я шахту Богу, поселись со мной. Интересно. Наши мудрецы учат, тут написано «Артхо твоя земля», и в другом месте Торре, в грабе Эйкер написано, на проземле Израиля, «Эрецхитоус эйро» — земля пшеницы и ячменя, и ещё других плодов, семи плодов, которыми хвалится земля Израиля. Два вида злаков — пшеницы и ячмень, и пять видов фруктов. Весам, так ты возьмёшь, первинки при Биккурии приносят именно от этих семей видов. Весам, то ватене, повозь в корзину, воорах Теламокин, пойдешь в то место, аше ивхара динуевых эхо, что выберет Бог твой Бог, вошаким шмейшом, чтобы именно ходилось там. Восема кем притяжкоено, аше ие байом и мохин, который будет в те дни. Помарты, ов, ты ему скажешь. Иген Теаима, динуевых эхо, я сообщу сегодня Богу твоему Богу, киво с его раз, если я пришёл в землю, аше нежба одниной лавей сыну, гостец вону, который поклялся Бог нашим отцам, дай нам. В руках, а кей на тене миодехо, коим возьмёт корзину твоей руки, вених и паушет, лифней мисбаха, динуевых эхо, пьет жертвенником Бога твоего Бога. Гимара объясняет нам, что коин ложит руку под руку хозяина и поднимает. Поднимают вверх и вниз и... и поворачивает во все стороны света. Во все четыре стороны света и вверх и вниз. Мы так делаем с отрогом и булавом. В Иоаннии с самого марта, поднимешь голос и скажешь, и в сне один эхо, перед Богом твоим Богом. Агарамия вейдови. Агарамия хотел уничтожить моего папу. То есть Ваван хотел уничтожить папу. И пока во еле от Митрая, он спустился в Египет. Во йога шума, он проживал там в Мсимеот, с малым количеством людей. Во и шума, он стал там в гей году народом великим, отцом могучим. Бо ровным на качестве нам. Это из Бога много детей, но это бывает много детей. Как обычно, они слабенькие, когда рождаются сладко много детей. А тут были народы великим и могучим. Мои рейны и сонные армиицы, взяли нам плохо египтяне вояну, нам мучили нас, во их новое, но не только шо, нам вошли на нас тяжелую работу. В войницах мы кричали, Богу, Богу наших отцов, Богу слышно на школах, у нас, ваняру, убили вас сонные на наше мучение, во это само вейну на шо, то это с хохотцейну, как нас давят. Во и цейну, одиноем и мисраем, Бог нас выбил из Египта, бьет хазоков, сильной рукой, у Израэля туэр, посертой рукой, во мир году, страшилищими великими, во и цель, знамени, умеющими чудеса. Во и цель, во и цель, привел нас в это место, во и цель, во и цель, а цель, дал нам эту землю, эта земля, за вас, хоробу двожь, течет много коми, Вято, а теперь, иные ветивы я принес, если ищи, с приятомо, первинки плодов земли, аж на саду ли, одиночь, ты Бог мне дал. Бейнахты положишь, лифнеадин эрехо, перед Богом твоим Богом, в мечтах оби свои поклонишься, лифнеадин эрехо, перед Богом твоим Богом. Так, то есть, когда человек приносит при львинке плодов своей земли, ну, что он тоже Богу сказать? Благодарю тебя, Бог, за плоды земли, и за землю, что ты дал мне. Правильно? А тут, текст намного шире, намного больше. Он же рассказывает, чудеса всем народу. С начала его создания, начиная с Якова, что Иван шел делать ему неприятности, хотел его уничтожить, как Бог ему помог, как они спустились в Египет, как они страдали, какие великие чудеса Бог сделал еврейскому народу. А потом он говорит, я принес пержинки плоды земли. То есть, он говорит, благодарность Богу в широкой форме, за все, что было с еврейским народом, что начинает с этого, и заканчивает, я принес первинки плоды земли, которые ты дал мне, Бог. Впрочем, мы обратили внимание, что этот текст является основой текста Пасхальной Агады. Агада построена на этом. Рассказы построены на этом. Что между ними общего? Агада. Агада. Пасхальная ночь. Агада, Пасхальная ночь. Рассказы. Выгрызли Египта. Это выражение благодарности Богу. Это ночь. Выражение благодарности. Первый ночь Песоха. И эпикурим. Первинки плодов. Это выражение благодарности. Это общее между ними. В наше время. в наше время. Ну, Пасхальный ночь. Слава Богу. Мы проводим. Выразить Богу благодарность в полной мере. В самой широкой форме. За все то, что Он нам сделал. А первинки плодов. Сейчас мы не можем приносить. Нет храмов. Но мы можем выражать Богу благодарность. За все, что Он сделал с каждым из нас. За каждый в своей форме. Что Бог с ним сделал? Мы просим у Бога. А если другая, если и страна отношения с Богом. Рожение благодарности. Что Бог нам сделал? Слушай, говорит, а болел. Бывает надо, что он делал результат, отдая Бога. А если человек не болел? Это тоже? Есть за что выражать благодарность. За что человек болел, выздоровел, и за детей, что ты нам послал. И за много друга. И у нас есть еще практическая страна. Во-первых, человек может по своим чувствам наградать благодарность. У нас есть благословление, которое мы и говорим. утреннее благословление, благословление за еду, когда мы едим, на хлеб, на фрукты, и так. говорить эти благословления с чувством. Выражение благодарности. Если кто-то сделал нам большое одолжение, в какой форме мы говорим его благодарность, скажите? В такой форме, чтобы каждое слово было слышно, понятно, и было с чувством. то самое должно быть выражение благодарности Бога, богословления, которое мы говорим. И каждое богословление, что мы говорим, имеет приводит на себя много добра от Бога. В первую очередь относительно того, за что мы благодарим. Скажем, человек говорит богословление за пищу, Бог помогает ему, чтобы у него не было никакой пищи. Человек благодарит Бога. Петех Евреев раскрывает глаза слепым, как он видит. Бог посылает брахов, чтобы он ведет хорошо. И вы знаете, что брахов, шариотар, когда мы говорим после туалета, это благодарность Богу, как все в организме нормально функционирует. Органное выделение. Представьте себе, что было бы, если бы шлаки оставались в организме. Представляете себе? Что было бы, что было бы. То есть, не надо даже себе представлять. К сожалению, есть такие люди. люди, которые нуждаются в диализе. Это значит, что почки не функционируют, и шлаки и моча остаются в организме. в более широкой форме. Богословление, что есть царь, это благословление за нормальное функционирование организма во всех отношениях. Так это посылает на себя брахов вообще в здоровье, говорить, что есть царь с кабаной. Есть большая возможность благодарить Бога. «Весомахто, радуйся, бахо, а ты всем добром, а шо на самом холле, и на иллехо, вставал тебе Бог твой Бог, об илсехо, и твоему дому, а то баалеви, ты и леви, виагерий пришелец, а шо бакирбэхо, который внутри тебя». Бикурим приносили очень торжественно, и приносили то, что это говорили, «От праздника Шабаот до Суккот». Почему именно тогда говорили? Потому что тогда это радость человека, он собирает воды, а после Суккот он приносит, но уже без, не должен говорить. хотел бы, чтобы успеть, что больше, я читаю шестнадцатое предложение. «Айом азе сегодня, алино иллехо, бог твой бог, мотабхо у нас есть». Указывается и делается хукима иллэвеса мишпотим. Хуким – законы, которые мы человеческим разумом не понимаем, а мишпотим, которые мы понимаем человеческим разумом. Например, не убивать, не грабить – это мишпат. почитать родителей, мишпат. Мы понимаем. А не одевать одежду, в которой были бы шерсти лёв. Такие-то виды не есть. Это хук. Бог приказал им, мы это делаем. «Больша Марта, соблюдай вас, Исэм, делай их, бэхо вов ху, у бэхо на вшехо, всем сердцем твоим и всей душой». «Садиной Марту Айим». Бога ты выбрал сегодня. «Быть тебе Богом, и идти по его путям». Мы лишь мя соблюдать хуков, хуким, как мы уже говорили, заповеди, которые мы не понимаем, умит свои повеления, умит шпатов, законы, понимаем, мы лишь мя обыкевай, и слушать его голос. Слушать его голос, может имеется в виду, когда были пророки, пророки говорили о имени Бога. Значит, слушать пророков, которые говорят о имени Бога. Значит, слушать, слушать голоса Бога. «Вадиной Айимир Ху Айим». А Бог тебя выбрал сегодня. Ильей Схайла Амсгула. Быть для него избранным народом. Как он тебе говорил, лишь мере соблюдать, комит свойство, все его повеления. «Выситхо Эльене» сделает тебя высшим алкологеем над всеми народами, а Шароса что он сделал? «Лисихо» для похвалы, «Ушим имелоси» для великолепия. «Влиейсхо шел, это был Амкодэш, «Цветой народ ладинайла эхо», перед Богом твоим Богом, Кашадибер, как он говорил». Так, надо понять. Тут же написано, что «Евреи – избранный народ». А что значит «мы избранный народ»? Что это значит? Это совсем другое понятие, чем у некоторых народов расизм. Что такое расизм? Мы выше всех, и поэтому мы можем все, нам все позволено, мы можем всех топтать и так далее, и так далее. «Мы избранный народ», который тут написан, в первую очередь, это обязанность вести себя достойно во всех вопросах, и быть святым народом во всех отношениях. Это в первую очередь. Это в первую очередь больше требования от нас. И когда мы выполняем эти требования, мы духовно выше всех. «Народы говорят так, что мы соблюдаем все повеления, ашуаных и метавы эскамане, которые я тебе велю сегодня. Во и будет баима, шатавру эсайарна. В день, когда перейдете Иордан, и горят землю, ашуаных, он мейсенох, что Бог твой Бог дает тебе, это в первую очередь. «Поставь себе большие камни, и садь то и сам басит». Помашь их известью. «Вехасав твоим, напиши на них, как сказал, вибриателю азейс». Все слова этой Торы. «Во вряху, когда ты пришел». Роман, для того, значит, надо было написать там Торо. Роман, для того, ашуаных, ашуаных, он мейсенох, что Бог твой Бог дает тебе, «эрт завас, хоров, узбаш, земля, которая зайчет мораком и медом, каша дибра, иной, и райависеха, лох, как говорил Бог, Бог твоих отцов тебе». Роман, для того, «Во вряху, когда вы перейдете в Иордан, то киму поставьте, азавониму эйле, эти камни, ашуаных, имицавы, эсхамайем, то я беру вам сегодня, бар ибо, на горе и вау, васад тоисом басит». Помашь их известью. «Вонисошо, мецбаях, построишь там жертвовник, родиной, легохо, перед Богом твоим Богом. Мецбаях, азавоним, жертвовник из камней, лесони, валеем, барзол, не подними на них камнях. Абоним, шлемейстивны, эсмисбах, родиной, эхо, целые камни построи, жертвуник Бога твоего Бога. Валисо, оловый, эйс, подними на них жертвы, все сожжения, ладиной, эхо, перед Богом твоим Богом. Эхо, вы знаете, где эти горы, гора Ивал? Сейчас будет дальше про две горы, гора Гризим и гора Ивал. Это когда вы перейдете Иордан, и они находятся возле Шхэма. Так надо было построить жертвовник на горе Ивал. Вазовахту шломим, будешь резать шломим, жертву, мирные жертвы, которые и ложат на жертвы них, и дают кого они им, а большинство мясо хозяину. Вазовахту шлом, будешь там есть. Вазовахту радуйся, ревнеадину эрехо перед Богом, твоим Богом. Вихосавте Абоним, напиши на камнях, эсколдивры атыру азей, все слова этой торы, бахиль и тыф. Хорошо разъяснено. Можно по-простому понять всю тору. Есть мнение Рафсати Гаонга, что это были написаны там только 613 заповедей. Вайдабе Мейшева кеаним, гаувиим, с каумейши и кеаним левиты, около Исроя Леймер, ко всему Израилю говоря, хаскист прислушается ушмать, слушай Исрою, а ей мазэ бетет сегодня не ездят и стал леом народа, ладиной эрехо, перед Богом, твоим Богом. Вишомато, слушай беке ладиной эрехо, голоса Бога, твоего Бога, в оси судделы эс митсвейсов, его повеление, в эсхуковые законы, которые мы не понимаем, а жены хамецав хаим, что я тебя верю сегодня. сегодня ты стал народом. Этот человек должен чувствовать относительно Тора, как каждый день это сегодня Бог дал нам Тора. А теперь идет указание к еврейскому народу, что они должны сделать, когда они перейдут Иордан. измитрий бек 따 мне св gallery, им в татинд Гузстант Mount, 赤 Ble capitlett, Игорь Тросвей ми unters Диндт и Госпорам и Warg yearsуcrit ировovich все-уум в секр restsан с на арт-анат Авар Гризис Он загали Гризис Б обреха мiu А SM. Исиярн, когда вы перейдете Йардан, ШИммон, вра-ш reinforcing н wow review view и accidentа, вСимон на древи מא�уту ясукав а Hoe escriб св Ха ... св а Happ ты, во Винаümин. Эти встанут на горе Грызим. Почему именно эти там, а эти там? Меня всегда это волновало. Этот вопрос я слышал еще в Ташкенте. И вопрос очень верный. Это уже сколько лет? Почти 50. Сейчас скажу, что я видел на этом. Поднимут голос левит, и в омру скажут ко всем людям Израиля, ко громким голосом. Значит так. Во-первых, где эти горы? Они находятся возле Шхаба. И я был дважды на могиле Йосифа. Это было знаете когда? Еще до начала мирного процесса, когда еще можно было спокойно туда ехать. Тогда я там был. Сейчас нужна какая-то особая договоренность с армией, чтобы туда ехать на могиле Йосифа. Я был на могиле Йосифа. Но пока я видел сбоку эти две горы. Я дважды там ехал, и они оставили на меня очень большое впечатление. Бросается в гроза большой контраст между ними. Гора Гризим. Особенно велик контраст, кто стоит между горами и стороны повернуты одна к другой. Сторона Гризим, которая повернута к Ивалу, и вал Гризим. Сторона Гризим, она покрыта зеленью, травой, деревьями. Вся зеленая. А гора Ивал лысая. Я думал, почему Бог выбрал именно эти горы. Тут же написано, что люди поворачивались в сторону горы Гризим и сказали, Богословен тот, кто не сделает такого-то и такого-то нарушения. И все говорят аминь. Потом поворачивались и говорили, А вы сказали проклят тот, кто делает такое-то нарушение. И все опять-таки отвечали аминь. Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Когда человек говорит, богословлен тот, кто будет делать то-то и то-то. И обращает свое лицо к горе Гризим. И он видит, как все прекрасно цветет. Он видит наглядно, как выглядит барахат. А когда он поворачивает с горы Ивал. И говорит проклят тот, кто нарушит то-то и то-то. И он смотрит на гору Ивал и видит, как она лысая. Видит перед грозами это. Это то, что я думал. Но мне это одно. Человек видел перед собой все наглядно. Во время этого принятия на себя Тора. Это было принятие на себя о благословениях и проклятиях. Принятие на себя о соблюдении Тора. Но я думаю, что тут заложено еще глубокая мысль. Бывают разные ситуации, разные условия. И Бог хотел нам показать наглядно, что судьба еврейского народа зависит от одного и только от одного. Пойдут они по пути Торы или не пойдут. Если они пойдут по пути Торы и будет сопутствовать браха Бога и большая удача. Отойдут от пути Торы и придут страдания и наказания. Бог хотел нам это показать во время принятия на себя соблюдения Торы. Посмотрите, в той же географической точке находятся две горы. Тут все прекрасно растет. А вторая высая. То есть могут быть такие же экономические условия, политические, международные. Совершенно то же самое. Судьба еврейского народа зависит от одного и только от одного. Пойдут они по пути Торы или отойдут. Пойдут по пути Торы и Бог им пошлет удачу. Отойдут, придут наказания и страдания. Это то, что он хотел показать еврейскому народу наглядно. А вот теперь на ваш вопрос. Вы спрашиваете, почему этих поставить тут, а этих там. Смотрите. В Торы не написано, почему. Единственное, которое я видел, останавливаясь на этом вопросе, это Рав Рабинович в своей книге «Дат Суфрим». Интересный Томит Хахам написал «Дат Суфрим» на хумаш и на тонах. Он говорит два пути. Я приведу один из них. Один из них он говорит так, что Бог же знает будущее. И он знал, у кого больше будет, кто сохранится больше. То есть два колена сохранились, а десять колен. Они где-то затерялись. С прихода Машиаха они вернутся, но мы сейчас не знаем, где они. А два колена сохранились. Обратите внимание, какие два колена сохранились? Иуда и Бениамин, правильно? Где находились Иуда и Бениамин? На горе Гризим. Леви сохранился, это факт. В каждом меняне есть левиты и коаним. Леви. Причина очень простая. Когда левиты не имели... В двух колен они имели привилегия служить в храме. В десяти колен они не имели привилегий. Они переселились в область двух колен. Так леви тоже стоял на горе Гризим. Остается вопрос насчет Исохара и Йосифа. Почему они тут именно на горе Гризим? По-видимому, что из десяти колен Исохара... А, секундочку, еще Шимон. Но Шимон это понятен. Шимон, как известно, его удел был перемешан с уделом Иуда. Если Иуда остался, то Шимон, который был с ним перемешан, тоже остался. По крайней мере, больше, чем другие. Из Исохара, из него были большинственные такие твари и были больше в Иерусалиме. Йосиф, по-видимому, по какой-то причине Йосиф остался больше, чем другие. Оставшиеся шесть колен, это Рувенгод ошэзун до нафтоль. То есть Бог, зная будущее, поставил те, которые больше останутся, эти шесть колен на горе Гризима. А те, которые затеряются на горе Бога, Бог знал будущее. Теперь, тут задается сразу же вопрос. Тут написано, что левиты, левиты есть мечна, левиты были в середине. Гемораз спрашивает, если левиты внизу, то как это написано, леви наверху? А если, не можно сказать, они внизу, а написано наверху, не можно сказать наверху, написано внизу? Так есть два мнения. Есть мнение так. Старейшины левитов были внизу, и они обращали их к народу, а колено леви было наверху. Другое мнение. Те, которые подходили для службы, были внизу, а оставшиеся были наверху. Другими словами, по этим обоим мнениям в геморе Сота, колено леви, как священнослужители, как служители, левиты тоже были служителями всего еврейского народа, духовными служителями, как духовные руководители, они были внизу, и они обратились к еврейскому народу. Колено, как колено было наверху, а те, которые должны были обратиться к еврейскому народу, были внизу. А теперь идут 11 конкретных действий, и все эти действия, 11 конкретных действий, на которых написано тут проклятие. Но гемора говорит, нам раньше было богословление, кто это не делает, проклятие, кто делает. Тут есть 11 конкретных действий. И это все действия, которые обычно делают тихо и тайно. Ору-роиш проклят человек, ашеясы сделает фесово масыхо, вырубленное, вылитое, теавасад иной, прощенное перед Богом, масыиды хорош, дело рук мастера, весомбасоса положит в тайне. Вону холом, ответит весь народ, вам расскажет. Омень. Ору проклят, маклео вивимо, которые относятся неуважительно к папе и маме. Вону холом, ответит весь народ. Омень. Написано, про идолы написано, делает тайно, если делает публичное, а если делает тайно, тут написано именно про тайну. А неуважительно относится к родителям, это тоже тайно, не знаю. Ору проклят, ма-си-гву-рею, переносит межи товарища, границу товарища. Вону холом, сказал, скажет весь народ, омень. То есть, кто-то в 12 ночи встает и переносит межи. Ору проклят, ма-си-гву-рею, переносит межи. Приводит к ошибке слепого в дороге. Вону холом, и сказал, скажет весь народ, омень. Он приводит другого к ошибке, приводит другого к нарушению. К нарушению закона, например. Ору проклят, ма-те, искривляет миш-пад-гер-йосэм-ва-уму-но. Суда пришельцы, сироты, и вону холом, и скажет весь народ, омень. Ору проклят, шейхэйвимейшас овив. Кто лежит... Так, почему это тайно? Потому что тот, кто искривляет суд, важного, видного человека, богатого, он придет к какому-то знатоку, он пойдет выяснять. А пришелец, сирота и вдова, они беззащитные. Их можно искривлять их суд. И никто это не будет знать. Ору проклят, шейхэйвимейшас овив. Женой отца. Ки ги-о к нав овив. Потому что он раскрыл полу своего отца. Помарко овам, скажет весь народ, омень. Ору проклят, шейхэйвим кобеймо. Который лежит всяким скотом. Помарко овам, скажет весь народ, омень. Ору проклят, шейхэйвимах исэй, кто лежит с сестрой. Дочка отца его и дочка матери. То есть сестра по отцу или сестра по матери. Помарко овам, омень. Скажет весь народ, омень. Помарко овам, омень. Ору проклят, шейхэйвим хэйсантэй, кто лежит за своей тещей. Помарко овам, скажет весь народ, омень. Эти виды разврата обычно они проходят тихо и неизвестно. Ору проклят, макэра эйу басосар. Тодорает другого тихо. Ударяет другого. Тихо. Мамако ом, скажет весь народ, мамако ом, омень. Это значит так. У кого-то кто-то встречался с девушкой, все было нормально. Вдруг она перестала встречаться. Почему? На него кто-то рассказал, что нехороший, неправда. Он ударяет другого тихо. Кого-то хотели принять на работу, а он на него сказал что-то плохое. Ударяет другого тихо. Ударяет другого тихо, значит, говорит на него плохое. Тихо. Ору проклят, лаке ах шейха, кто берет взятку, лаке снефиш, ударяет душу, дом ноки, чистую кровь. Помарко ом, скажет весь народ, омень. Тут перечислены 11 действий. И это действия, которые обычно делают тихо. А вот теперь идет последнее. Ору проклят, ашелый йоким, который не установит. Эдивры аты разы слова этой торы, гаса и сейсом. Делайте их. Помарко ом, скажет весь народ, омень. Это отдельное. 11 на частное действие, а это 12. Вот это 12, что оно означает? Значит, есть три мнения. Есть Раша, есть Рамбан и есть Рабейну Ейновшарычу. Начнем с Раши. Раша говорит, это 12, включает себя всю тору. Значит, кто выполняет какую-то заповедь, получает браху 600 тысяч евреев. Впрочем, кто остерегается говорить плохое, это определенно, он получает себя браху 600 тысяч евреев того поколения. А кто говорит, ашонараб, хохой на другом, он получает проклятие от 600 тысяч евреев того поколения. От 600 тысяч евреев того поколения. Теперь, тот, кто относится с уважением к родителям, получает браху 600 тысяч евреев того поколения. Не дай бог, кто относится неуважительно, макро, получает проклятие от 600 тысяч евреев того поколения. По Раши, это включает себя в себя фьютор, по мнению Раши. Значит, на каждую митву, кто выполняет, получает браху, кто нарушает проклятие от 600 тысяч евреев того поколения. Теперь, я вам скажу, например, на конкретные действия получается, больше, чем одно, кто остерегается в этом, несколько богословлений. Или, не дай бог, несколько проклятий, если наоборот. Это пара, параша. Рамбан, у него есть, может быть, два пути, я скажу один из них. Рамбан говорит так, что есть частное выполнение заповедей каждого человека, и это очень важно. А тут не говорится о выполнении заповедей. Понятно, что надо выполнять. Но тут речь идет о принятии на себе, чтобы вся общественная жизнь еврейского народа была по Торе. То есть, если кто-то имеет влияние на соседа, чтобы он выполнял заповеди Торы, так, кто установит слова Торы, это делает, чтобы другие евреи тоже соблюдали. Чтобы другие евреи соблюдали шаббат, соблюдали другие заповеди. То есть, это человек, который имеет влияние на других, чтобы воздействовал на них, чтобы они соблюдали. Но в первую очередь, это говорится о том, кто имеет в себе силы и возможность приближать других евреев к Торе. И когда он это делает, он это выполняет. То же самое и в других областях. Кто имеет влияние, чтобы общественная жизнь, скажем, в Израиле, в Иерусалиме была по Торе, так это входит в эту митцву парамбану. То есть, парамбану это обязанность стараться, чтобы в обществе все велось по Торе. Реально. 60-70 лет, когда начиналась реформа в Америке, например. Так человек, который имел влияние в Бек-Нессете, чтобы там не делали изменения, чтобы все было как надо по Торе, он выполнял эту митцву. То же самое и тут в Израиле. Кто старается, чтобы соблюдал шаббат на улицах и другие действия, значит, это относится к этой митцве. То есть, парамбану это соблюдение, чтобы общество шло по Пути Тору. Рабин Гейнов в Шаре Чуге имеет третье понимание этого. Рабин Гейнов говорит так. Каждый из нас должен выполнять всю Тору. Но у каждого... Мы стараемся и, слава Богу, соблюдаем. У каждого человека, может быть, в чем-то... Что что-то он не делает как надо. Но он, когда он и так получается, так он должен сразу постараться исправить. И постараться, чтобы больше такого не было. Так на что идет эта митцва? Он говорит так. Это богословление и проклятие идет, знаете, на что? Чтобы человек принял на себя четко и ясно, что все заповеди Торы относятся к нему и обязывают его. Все заповеди Торы относятся к нему и обязывают его. Смотрите. У каждого могут быть слабости. И он чувствует, что это сейчас ему трудно или то. Но он должен знать, что это его обязывает. И он будет стараться. И он будет работать так, чтобы он соблюдал все заповеди. Он должен знать и принять на себя в глубине сердца, что все заповеди Торы обязывают его. Это пишет Рабейну Гейне в начале книги Шарычу. Теперь в нашей голове идут богословления и проклятия. Что произойдет с еврейским народом, когда он пойдет по пути Торы? А что произойдет, если он отойдет? Прежде всего давайте поймем, о чем тут Бог говорит нам. О чем Бог говорит нам об этом? Мы знаем, что происходит с каждым человеком. У Бога есть расчеты. И не всегда полный расчет происходит в этом мире. Бывает иногда, что люди, которые цадыки им страдают, а негодяи богоденствуют. Такое тоже иногда происходит. О чем же тут Тора говорит? Тора говорит, если пойдешь по пути Торы, будет удача и богословление. Отойдешь от пути Торы, будет проклятие. О чем тут Тора говорит? Так о частном человеке тоже часто бывает. И часто бывает, что только ты идет по пути Торы, он присылает ему удачу. Но тут речь идет, знаете, но иногда бывает и по-другому. Так о чем тут Тора говорит? Рамбан в своем комментарии на Тора говорит так, что тут речь идет не о частном человеке, а обо всем еврейском народе. Когда еврейский народ пойдет по пути Торы, Бог пошлет ему удачу. Если он отойдет, приходит неудача. То речь идет обо всем еврейском народе. Обо всем еврейском народе есть такая линия Бога. И она показывает, насколько судьба еврейского народа зависит от соблюдения заповедей. В эпоху судей это было очень остро, еще было особо остро заметно. В эпоху судей было так. Пока евреи шли по пути Торы, они соблюдали заповеди, они жили спокойно. Когда они отходили от Торы, приходил какой-то новый захватчик, который их захватывал. И они были под югнетом. Он мучил их, пока они возвращались к Богу. И Бог присылал им судью Шофета, который воевал с этими захватчиками, и освобождал евреев. Пока жил судья, все было нормально. еврейский народ жил спокойно. Когда он умирал, так есть еврейский народ, дальше он опять шел за идолами, приходил новый угнетатель. И так это чередовалось. То есть, тут Тора говорит именно об общественной жизни евреев, о жизни всего еврейского народа. У всего еврейского народа есть такое правило. Который живет в земле Израиля, есть такое правило. Что если они идут по пути Торы, Бог посылает им удачу, а если они отходят, приходят неприятности и беды, и в конце концов исконания. я пока почитаю богословление. вы будет им шумеет тишма, если слушать, будет слушать, в кире одиною рейхо, голос Бога твоего Бога, не шмер расысь, соблюдать, делать, эскомиться со всей его повеления, а что он их имет савху агейм, что я тебе велю сегодня. унесон, хотя Бог сделает, одиною рейхо, Бог твой Бог, эльен, высшим, аукол георес, над всеми народами земли. уво, рейхо, придут ли тебе, кола броха и сойра, все эти богословления, эти выиси гуха, настигнут его. кисти шма, когда будешь слушать, мекила одиною рейхо, голоса Бога твоего Бога. Видите, придут на тебя, все богословления настигнут, а? Скажите, а добра кто-то убегает? Тут написано, придут на тебя, все эти богословления настигнут. Настигнут, значит, так, идет за добро, за человеком, он убегает. Добро, гонится за ним, дальше, пока она его догоняет, а? Что значит, они тебя настигнут? Я понимаю простой пшат, что даже без особых стараний придет на тебя броха. Баруха, ты был славлен в городе, у баруха, ты был славлен в поле, богословлен плоды твоего живота, то есть дети, у фри от Москвы, и плоды земли, у фри вемтеху, плоды скота, то, что выходит от твоих, коров, башт, и стадавец, баруха, танаха, богословена, твоя корзина, у мишартеху, и тесто, и тесто твое. Баруха, отобе вееху, у баруха, отобе цейсеху, ты был славлен с приходом, и был славлен с выходом. Бог даст врагов, которые стоят против тебя, не гофим лефонехо, имеет поражение перед тобой, бедерехехо, дейцу и лефонехо, одной дорогой выйдут, напротив тебя, у вишиба дрога, семья за дорогами, ионосово фанехо, убегут от тебя. Семь, есть, всем это выражение, часто второе, здесь, многими дорогами, они убегут, разбегутся. То есть, тут написано, богословление во всем, от детей, плоды земли, приплод скота, войнах. Ицава, нино, итхо, эсаброхо, Бог пошлет с тобой богословление, басомехо, в твоих складах, в михе, в мишах, йодехо, во всем же ты протягиваешь твою руку. Уверах, хобоорец, Бог тебя богословит в земле, ашуа, на эху, на эсамах, что Бог твой Бог даёт тебе. Ихим хануи гэгам кодыш, Бог тебя установит святым народом, ка шан ниш богох, как он тебе клёвся, кисишми, когда будешь соблюдать от митцвы и с одной эхо, митцву от Бога твоего Бога, но ах, кто битрохал, пойдёшь в его путем. В рау, кога мей орец, увидят все народы земли, кишим от иной некрол эхо, что имя Бога названо на тебе, на тебе, в йору, будут бояться тебя. Все народы земли увидят, что имя Бога названо на тебе, будут бояться тебя. То есть они увидят, что тобой происходит необычное. интересное. Есть геморраг, говорит народы мира увидят, имя Бога названо на тебе, этот филин, который на голове, не будут бояться тебя. не будут бояться тебя. и он мне рассказал, как у него было, что он был и русский, он был в Сибири, и был в месте, где пришли немцы. оказывается удивительное, как у него было, пришли немцы, он был в Твилин, и немцы ушли. Впрочем, он интересный, особый человек. Он посылал письма, письма Сталину на русском, и получал положительные ответы, что находится там, в нехороших условиях, как в Сибири. Приходил ответ положительный. Сверху, а не ну и ты, остаивай добру, бифри витнахо, плодов живота, бифри вемтухо, плодов скота, бифри односехо, и плодов земли, а ладова на земле, а шанишба, а не ну и лаби сехо, то поклялся Бог твоим отцам, ласкал дать тебе. А, что пойдет, у тебя будет все прекрасно. Пойдешь по пути Торы. Бог перед тобой раскроет свой хороший склад, склад, эсашумаи неба, ласкай дать метар арцуху, доль земли, бейтый свое время. Уварейха богославляць, эскоума сей одеха, все дела твоих рук. Бейлвийцу геемраби, ты будешь одалживать многим народам, беатога силве, а ты не должен будешь одалживать. Вы знаете, есть такие страны, которые кому-то одалживают, но они сами тоже у кого-то одалживают. А ты будешь одалживать многим народам, а ты не должен будешь одалживать. Ну, этого у нас нету. Это точно. И спокойствия в стране нету, еще много вахт. Должна быть брахапок. Бог тебе сделает головой, а не хвостом. Что значит, головой, а не хвостом. Есть такое положение, есть такие страны, которые для кого-то, они как голова, они диктуют ему свои условия. С другой стороны, у кого-то они как хвост. Ему диктуют условия. А тебе Бог сделает, ты будешь головой, а не хвостом. Что? Правильно, это мы говорим, очень важное пожелание. Бои 40-х мало, ты будешь только наверху, в рейсе и рамот, а не будешь внизу. Кис и шмак, когда будешь слушать, он митцвей с одной реха, повелением Бога твоего Бога, а шианехи митцавху аемш, я тебе верю сегодня. Лишь мэр соблюдать, враса и сиделать. Будешь только выше, выше и ниже. Это особое положение еврейского народа, которое тут говорится, когда они соблюдают заповеди, и у них идет особая браха. Многие соцеры неотходимы, как отворим от всех слов, а шианехи митцавху аемш, что я верю вам сегодня, йо минус мэу, ни направо, ни налево. Надо идти точно по линии тора, ни направо, ни налево. Если иногда люди думают, что они сделают чуть так, это лучше, делай как по торе. Не сдвигаться ни направо, ни налево. Потому что, если отойти от пути тора, так это приведет, за идолами, гробом их служить. Прочитали богословление, включают в себя все, все, что надо. то есть тут, тут говорится, об обещаниях я уже говорил, обо всем еврейском народе. И может быть, речь идет, когда он в святой земле, что к ним, они идут по пути тора, бог посылает им особую удачу. Отходят от пути тора, приходят беды и неприятности. Дальше идут плохие предсказания проклятия. И там рассказывается, что произойдет, если еврейский народ отойдет. И там написано про изгнание страны, раньше болезни, неурожаи, победа врагов, что их будут изгнаны земли и будут рассеяны по всему миру. От края земли до края земли. Рамбан в комментарии на Ваикру поднимает вопрос, почему тора пишет в двух местах подробно, что будет в еврейском народе, когда пойдет по пути тора и что произойдет, когда он отойдет. Это в главе Баху Катай и в главе Китабо. Почему в двух местах? Вам интересно мнение Рамбана об этом? Рамбан говорит на это так. Бог же знал будущее. И хотя это обе главы общие, но в основном, основное содержание нашей главы, то есть, прошу прочнее, основное содержание главы Баху Катай, богословления проклятия, ведь евреи были дважды в своей стране и дважды были изгнаны. Так в главе Баху Катай говорится о нарушениях и преступлениях, которые евреи делали, когда они пришли в первый раз в страну, до построения храма, во время первого храма, о преступлениях, которые они делали, об изгнании из них. Поэтому там упоминается особенно грех нарушения шмиты. И написано, что евреи будут в изгнании столько лет, сколько они нарушали шмитод. Они нарушали шмита и евреи 70 лет, они были 70 лет в изгнании. Это там. Там упоминается про еда упаконства. В этой главе не упоминается шмита, не упоминается еда упаконства, а тут упоминается, если ты не будешь соблюдать заповеди Тора, как надо. Мы знаем, что во время второго храма и до упаконства как массового явления не было. То есть, Рамбан говорит так, милаваба хукватай, преступления, из-за которых евреи были наказаны, и изгнания, это говорится в первую очередь о первом храме, а наша глава говорится о преступлениях и наказании во время второго храма. Бог же знает, что будет. Так, и это очень интересно, что тут написано, например, о рассеянии повсюду, сказано в нашей главе, когда евреи были рассеяны, уже после разрушения второго храма. Тут написаны удивительные, удивительные слова. Бог тебя рассеет среди всех народов от края земли до края земли, и ты будешь там служить едовам, которые ты не знал, ты и твои отцы, дерево и камень. То есть, от края земли до края земли, это храмы рассеяны по всей земле. И среди тех народов ты не отдохнешь, и не будет покоя ступни твоих ног. То есть, это бесконечное изгнание. В средневековье было очень много, разные знания, между прочим. А зачем идти далеко, даже в 20 веке? Еврей родился в одном месте, потом во время Первой мировой войны убежал в другое, потом был в третьем месте, потом в четвертом. В тех народах ты не отдохнешь, не будет покоя ступни твоих ног. И Бог даст тебе там сердце тревожное изрывание глаз. И тут тоже нам заканчивает оба союзе, который Бог заключил с еврейским народом в степях Моава, кроме союза, который он заключил с ним в хиреев. в хиреев это то, что написано в главе Бога Котай, а тут это то, что написано в нашей главе. Так как говорит Рамбан, там говорится про нарушение и изгнание во время Первого храма, а тут в их знании и нарушении во время Второго храма. Один из интересных мест, в котором Рамбан приводит доказательства. Тут написано, Бог поведет тебя и царя, которого ты поставишь над собой. Что за выражение такое? Царя, который поставишь над собой. Это во время Второго храма был поставлен человек, который по закону Торы не мог быть царем у еврейского народа. Это тут в нашей главе. Это наша глава так об этом говорит, а в следующей главе говорится о возвращении. Редактор субтитров А.Семкин